Уже больше недели как армянская оппозиция убрала палатки с площади Франции в центре Еревана. Однако подвиги реваншистов добиться смены власти продолжаются. Уличные протесты в Армении против решения премьер-министра Никола Пашиняна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и начать мирные переговоры начали с 1 мая. Тогда оппозиционное движение объявило о начале борьбы с целью свержения Никола Пашиняна с поста. 14 июня депутат от оппозиционной фракции Армении Ишхан Сагат Ильян на митинге заявил о решении изменить механизмы политической борьбы. Он отметил, что минимум раз в неделю оппозиция будет проводить митинги и другие протестные акции. Что думают в армянском обществе о действиях оппозиционных реваншистов? И чем закончится все это? На эти темы армянские журналисты провели опрос среди граждан. В чем цель борьбы Ишханика? Все знают, что этой бандой руководят Роберт Кочарян и Серж Сархсян. Для достижения своей цели они используют Гегамика, Ишханика и других оппозиционеров. Они разве и не понимают, что в руках таких негодяев, как Кочарян и Серж, они марионетки? Мне их не жаль. Я жалею подкупленных людей, тех, которые на митингах строят из себя патриотов. Сегодня оппозиционные лидеры хотят с помощью армии совершить переворот, не понимая, к чему это может привести. Они говорят, что спасают Харабах. О каком спасении идет речь? Их главная цель – прийти к власти, чтобы спасти награбленные деньги. Некоторые из них еще и говорят, что как придут к власти, расторгнут подписанное 9 ноября трехстороннее заявление. Называют этот документ клочком бумаги. Их слова и действия просто блеф. Если они, допустим, придут к власти, то Армянской республики вовсе больше не будет. Наша страна превратится в губернию. Оппозиционеры мечтают физически уничтожить Никола. А членов его команды бросить в тюрьму. Эти люди словно внебрачные дети нашей нации. Если в стране существует политический кризис, то его нужно решить в национальном собрании. Оппозиционные депутаты якобы спасают Карабах. Если они хотят спасти Карабах, пусть отправляются туда. И сколько бы они ни мечтали опять вернуться к власти, у них ничего не получится. Мы знаем, что их родные и близкие уже не участвуют в акциях. Многие из них уже находятся за океаном. Уже больше месяца оппозиционные депутаты покинули здание парламента и пытаются разжечь революцию. Но у них ничего не получается. И напрасно они надеются на пробуждение Лау. Он больше не проснется. Они хотят пробудить Лау в то время, когда нам нужна солидарность. Лау в то время, что Лау в то время спасают Лау в то время, что они не хотят спасти. Это было очень сложно. 44-дневная палаточная война не принесла ничего оппозиционерам. Они пришли в парламент не работать, а добиваться смены власти. Теперь они пытаются организовать свое движение в Карабахе. Вы можете себе представить, какие будут последствия? Их движение давно себя исчерпало. Вы спрашиваете, вернутся ли они в парламент? Думаю, да. Потому что у них нет мужества отказаться от своих мандатов. Им остается совершить переворот. Но и в этом случае они не получат поддержку народа. Сегодня оппозиция подтверждает, что ей больше нечего делать на политическом поле Армении. Они уже ничего не смогут изменить ни в политике страны, ни в Карабахском вопросе. И они не могут изменить ни в Карабахском вопросе, ни в Карабахском вопросе. Какому праву он живет в Армении? Он ведь сын Саида. Его нужно выгнать из Армении. Или кто-то должен найти в себе смелость и убить его. Тогда в Армении наступит мир. Мы довольны Пашиняном. В чем его вина? Он не грабил, не убивал, ничего плохого не сделал. Бывшие руководители грабили и уничтожили страну. Что может сделать Никол? Ишхан Сагатилян говорит, что Пашинян не существует больше. Никол был, есть и всегда будет нашим премьером. Что сделал Сагатилян до страны? Он защищает грабителей, а имя Сержа Сарксяна вообще не произноси. Он был заядлым игроком в казино. Ради денег он продаст даже своих родных. Государственные миллионы он проигрывал Баден-Бадене. Все знают, что это правда. Качарян недоволен работой Пашиняна? А народ разве был доволен работой самого Роберта? Конечно нет. Он накопил себе миллиарды в то время, когда народ бедствовал. Сегодня 25-летний сын Качаряна тоже миллиардер. А мой 40-летний сын живет в нищете. И я должен еще быть довольным? Серж Сарксян ничем не отличается от Качаряна. Он его младший брат. Первый Сеидович, второй непонятно кто. Ишхан Сагатилян никогда не был лидером. Он ставленник Качаряна и Сержа. Мы уже устали от оппозиционеров и их действий. Ишхан Сагатилян говорит, что Никола Пашиняна не существует больше. Это просто смешно, понимаете? Пусть он оставит народ в покое. Нам нужно жить, работать, развивать нашу страну, продвигаться вперед. Из-за таких, как он, наша страна отстает от других. Они являются тормозами нашей страны. Качарян и Сержа гробили страну. Говорят, что вернут Карабах. Как вернут? Целыми днями перекрывали дороги и кричали, что якобы спасают Карабах. Когда Качарян был президентом, почему во время переговоров не решил карабахский вопрос? На волне Карабаха он стал президентом Армении. И в годы своего правления полностью грабил и Карабах, и Армению. Об Ишхане Сагатиляне вообще не говори. Он разве хочет спасти нас? Их самих смогу спасти. Я довольна работой Николы Пашиняна. Если дадут ему спокойно работать, все будет хорошо. Но ему очень сильно мешают оппозиционеры. Зачем они проводят столько митингов? Чего хотят добиться? Своими действиями они мучают народ. Каждый день мы находимся в напряженном состоянии. Пусть позволит людям спокойно работать. И кто такой Ишхан Сагатилян? Кто-нибудь знал его до проведения акции? Конечно, нет. Это касается и других оппозиционеров. Я давно живу в России. На днях приехал в Армению. Живущие в России армяне очень переживают из-за событий, происходящих в Армении. Сегодня многие карабахские армяне находятся здесь. Почему они приехали сюда и требуют от Пашиняна вернуть Карабах? Разве Никол создал Карабах? Сколько мужчин участвовали в митингах ради денег? Не стыдно им? Для кого они митинговали? Для Кочаряна и Сержа? Пусть дадут народу спокойно жить. Пусть все оппозиционные партии пойдут ко всем чертям. Если они были бы нормальными людьми, если бы у них была бы хоть капля совести, то у нас не было бы столько убитых солдат. Целыми днями говорят, что нужно спасти Армению и Карабах. Кто должен спасти? Несчастный народ? Оппозиционеры подкупают людей, чтобы они требовали отставки Никола Пашиняна. Единственный человек, кто думает о благополучии армянского народа – это сам Никол. Дашнаки никогда не думали о народе. Они не хотят, чтобы мы жили хорошо. Если они думают о благополучии народа, пусть присоединяются к Пашиняну и вместе поднимут страну на ноги. Оппозиционеры – враги нашего народа. Дайте мне оружие, и я уничтожу их всех. Тогда спокойно смогу жить, будучи уверенным, что у моих детей есть будущее. Если Дашнаки останутся в Армении, у нас никогда покоя и счастья не будет. Кто-то должен отравить их ядом, чтобы они исчезли из нашей земли. А что касается карабахских армян, они всегда проклинали нас. Они обвиняют жителей Армении в своих бедах. Говорят, что из-за нас, Карабахи, шла война и погибли их сыновья. Они разве не понимают, что во всем виноваты сами? Лично Роберт Кочарян и Серж Сарксян. Они всегда провоцировали ситуацию, поэтому сейчас в стране такой хаос. И сегодня они хотят все свалить на Никола Пашиняна. Дашнаки всегда были врагами армянского народа. Они не хотят, чтобы мы существовали как нация, понимаете? У них одно желание, чтобы всегда была война и погибло больше армян. После Домирчана по сей день в Армении не было и не будет такого руководителя, как Никол Пашинян. Я не вечен, запомните мои слова. Я не знаю, что я не знаю. Как пишут армянские СМИ, в Армении может появиться новая политическая сила, готова выйти на улицы для захвата власти. Речь идет о радикальной группировке Сосна ЦРР. Они не одобряют позицию Николы Пашиняна в переговорах с Азербайджаном и Турцией. Лидеры Сосна ЦРР угрожают применить радикальные меры в отношении нежелающих участвовать в акциях протеста. Однако они должны понять, что их тоже ждет провал.